привет друзья ну рубрика делай сам тут встал вопрос недавно вот он дастер стоит двухлитровый двигатель fair 4 4 р вернее стал вопрос нужен ему специнструмент до того чтобы чтобы зафиксировать валы сзади ну значит такой чертеж я достал в интернете чертеж взял себе морзилку напечатал значит где все рассказано показано тоже с интернета и еще один чертеж короче много 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 чертежей они какие-то все разного здесь вот 40 на 55 видеть длина 175 ширина 5 здесь 53 на 37 ну суть не столь важно в принципе вот я сделал его своими руками чертеж то понадобится вам для этого 5 миллиметров очень тяжело найти металла всяком случае вот эти всякие уголки он у меня там валяется они по 3 миллиметра уголки старая колодка задняя 3 миллиметра вот эта херня 3 миллиметра алюминиевая и вот эти все уголки 3 миллиметра вот от бойлера вот такая вот штука есть вот у нее 5 миллиметров но она по длине чуть-чуть мне не понравилось там не хватает диаметре ну и вот колодочка она 5 миллиметров у нее металл 5 миллиметров значит вот что осталось от одной колодки то есть вам по сути нужна будет одна колодка и кусочек уголка значит вторая колодка мне даже не нужна была в принципе колодка любая наверно подойдет вот но так ну и что же здесь получилось сейчас она все в краске я еще решил покрасить ну краска есть как бы почему нет все размеры я выдержал счет вот между ними двумя у меня 175 так как бы вам показать померить это все дело давайте вот так и и вот вот видите короче не видите вот так наверно увидите 175 ну и соответственно каждая из них как здесь показано вот 53 и 37 вот это у нас 50 где господи 53 не наводится резкость извиняюсь ну а это соответственно 37 ну а работать это все будет сейчас я в руку так вот поехали значит работать это будет вот так вставляется вот зафиксировалась чуть не смотрите что левая у меня полукруглая как бы я специально ее так сделал но это кусочек колодки она закругленная но если вдруг не подойдет там фиксироваться не будет вал но я ее подпилю то есть она чуть чуть выше выступает немножко вот если мы приложим сейчас а чё там прикладывать так поверхность он пойдемте к стене приложим ну для какой-нибудь о вот сюда то есть вот как она если здесь она стала ровно по стене то здесь видите чуть-чуть она закруглила ее так наверно будет виднее вот так ну не столь важно это как бы можно всегда подточить подпилить проблемы никакой не будет до делал с помощью сварки ну можно если есть у вас дрель нет сварки пожалуйста два ну в нужных местах просверливаете дырки и прикручиваете болтами она будет у вас работать крепкая я проверил и переваривал уже собрал сварочный аппарат он у меня инвертор небольшой ну и что вы думаете хреново приварил там много шлака варил старым электродом конченным еще и он один был ну и короче и и давай на из гиппо она захрустела вот пришлось поехать купить электроды я двойку взял только легко варить ну правда сюда ушло 4 электрода этой двоечки вот ну короче говоря вот такой вот спец инструмент ну работа всего занимает не знаю на полчаса болгарка нужна вам будет это я шлиф шлифовал но это необязательно можно для сварки зашкурить просто наждачкой там ну ржавчину просто собрать для краску вот а это я делал чтобы его покрасить красить его тоже как бы не обязательно это так прихоть просто рукодел а вот и кроме болгарки вам понадобится струбцина но я использовал тиски в ней зажимал но и тут уже и варил прям на тисках чтобы машину не за это не за колбасей сваркой я вот ее накрыл такой штукой так понадобится ну соответственно какой-нибудь трехугольник чтобы мы могли все это мерить или линейка вот молоток вот такое пожелание ну и все в принципе значит из материала колодка и уголок у меня уголок вот такой тройной но в принципе я его вернее не тройной а такой вот чуть изогнутый но я его просто не знаю куда его применить он у меня давно лежит вот я его сюда и применил вообще пожалуйста вот любой уголок из своего металла достаете вот но если у вас есть уголок на на 5 миллиметров то вы вообще везунчик и просто выпиливаете вот такую вот бороду болгаркой да и все это вообще у вас займет 5 минут работы у меня получилось так делаю для себя поэтому почему бы и нет так ну и по плоскости здесь тоже все порядочек вот смотрите линеечку прикладываю вот все хорошо и по расстоянию еще раз у меня все получилось я все выдержал 175 как видеть баба ягодка опять надолго видео затянулось ну и собственно говоря по тому как делать берете вырезаете нужные куски струбциной зажимаете но я использовал сварку тут нечего говорить сварщики понимают что дальше делать вот ну а кто будет использовать не сварку а болтами делать ну сверлите раз-два две дырки раз-два две дырки и все и прикрутили сваркой просто быстрее проще ну единственное что я же говорю у меня не получилось быть я думал что все хорошо уже сварочный аппарат собрал но пришлось ехать еще покупать электроды чтобы сделать чтоб все было точно хорошо так все всем спасибо всем пока я его даже вот покрасил как вы видите это для того чтобы он у меня надолго сохранился и много ремней грм я на своем рено дастере смог поменять тут все всем пока удачи в ремонтах